Еще один массовый протест в Кишиневе. Сегодня охотники и рыболовы требовали отставки министра окружающей среды. Они обвиняют его в некомпетентности и просят вернуть право охоты на мигрирующих водоплавающих птиц и полевых зайцев. Свои решения о запрете ведомство объясняет сокращением популяции дичи, на что у митингующих свои аргументы. Охота и рыбалка для них не просто хобби, это стиль жизни. Понятно, почему решение министерства запретить отстрел перелетных водоплавающих и зайцев сработало пулей в момент выстрела. Ополчились охотники в первую очередь на министра Валерию Мунтиану. Почему человек, который становится министром, 140 лет традиции существует, он их должен менять? Кто ему это позволил? Почему нас не спросили? Есть заключение общества экологии, что нормально, что можно все было. Есть заключение молдсильва, есть заключение общества охотников, что популяция позволяет. Утка у нас пролетная, Европа, французы стреляют ее тысячами. Нам нельзя. Почему? Министр либерал далек от экологии, тем более проблем охотничьего фонда. При этом он наотрез отказывается прислушиваться к аргументам специалистов, сетуют в обществе охотников и рыболовов. Они с полной уверенностью сказали, да, запрет на ведение охоты даст результат. А то, что рядом вместе с запретом охоты, что охотники изымают только 10% из общего числа дичи, а что 20% изымают, скажем, браконьеры, что около 30% изымают бродячие собаки, бездомные или хищники иного порядка. Но это как бы не было обращено внимания. Утка перелетная, она не наша, она здесь не гнездится. Вся Европа стреляет, Украина, а у нас почему-то закрыли. Поэтому мы пришли объяснить министру, что он некомпетентен. Все правительство некомпетентное. И вообще они друг друга поддерживают, финансируют, ставят, крышуют. И я скажу, это сильнейший беспредел. Запрет на законный отстрел дичи в первую очередь развяжет руки браконьерам, утверждает глава общества охотников и рыболовов. На мой взгляд, решение данной проблемы все-таки лежит в самом министре и в тех лицах, которые находятся рядом с ним. Потому что игнорирование интересов охотников, игнорирование тех фактов и тех аргументов, которые были нами приведены, приведет в конечном итоге к уничтожению охотничьего фонда, к его полной деградации, к расцвету, махровому расцвету браконьерства. В ответ на требование уйти в отставку, Валерий Мунтиану выложил на своей страничке в фейсбуке видео. В этом ролике Олег Чукой хвастает тем, что вместе с командой охотников за два дня настрелял 80 уток. Такой отстрел в комментарии министр назвал варварством. Но охотники так не считают. Они намерены добиться отмены запрета на охоту мигрирующих пернатых, а также ряда других требований. Если через 10 дней министерство не ответит, протесты возобновятся.